Привет, ребята! Здорово, пацаны! Здравствуйте! И наши подписчицы. В эфире ваша любимая рубрика в мире. А что? А что там у них? А что там у них? Рубрика, в которой мы, Лёха Избау... Я... Извини, пожалуйста, я хотел спросить ещё, про какую именно ты девочку-разлучницу говоришь? Я каждый раз забываю спросить. Ну, на стриме, на стриме нам писала. На стриме? Да. Надеюсь, она нас смотрит. Она нам кинула донат и написала что-то. А мы назвали её разлучницей и потом извинялись. Вот так вот, ребята, заглядывайте на стриме. Но прозвища, они прилипают. Да. Вот, и мы смотрим, что там у них. Лёха Избау и Евгений Евгеньевич. Здравствуйте. И сегодня у нас? Мы слушаем мультитрекс зарубежных исполнителей, слушаем Legendary Hits, выясняем, в чём же секрет их популярности, в чём же секрет их продакшена. Пытаемся выяснить, по крайней мере. И делимся с вами выводом. Да. И сегодня у нас, ребята, легендарная группа Муси с песней «Стиалайт». Так что настраиваемся на романтичную волну мечтательной полётной музыки. Да. И мы можем приступать. И я тоже уже настроился. Отлично. Мы послушали и поисполняли, и позаписывали экстремально тяжёлый металл. И готовы немножко отдохнуть. Ласковой, мягкой музыки послушать. Что прислал нам Вилли Валла? Вилли Валла, к сожалению, в этот раз очень слабенько поработал. С халтуром. И прислал нам всего 4 файла, причём mp3 файла. Сейчас половина зрителей выключает видео. Отписка, отписка. Да, к сожалению, jumps and bass у нас в одной дорожке. Джитар в одной дорожке. Пьено и vocals. Пьено and synth. Да, но там не написано такого просто. К сожалению. Так там и vocals, по-моему, synth. Ясненько. Но я думаю, что нам, ребята, это не помешает. Прикоснуться к гению. Гений дома сидит. Гений, привет тебе. И мне сделать немножко hardcore investigation music. Да, мы постараемся по-быстрому, значит, посмотреть, послушать и найти что-нибудь интересное. И полезное. Самое главное, полезное. Нас уже смотрят будущие хитмейкеры. А нынешние? Нынешние, я думаю, уже заняты работой на студии Игоря Матвиенко. А нынешние смотрят канал Моисе Великанова. Так. Канал состоявшегося хитмейкера. Давайте послушаем, вспомним, как звучит композиция в оригинале. Моисе Великанова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мне кажется, довольно приятная песня в целом. Да, песня классная. Знаешь, вот мы даже, слушая оригинал, я его, в общем, помню. Вспомнил, да? Нет, ну, как бы, я этот трек знаю, да. Ну, я думаю, он на слухах художник. Да, да, да. И вот, но я его никогда не анализировал, типа, а вот сейчас я уже прислушиваюсь, я сразу понимаю, что вот как сделать такое пианино по звуку и месту в миксе, я не имею ни малейшего понятия. Оно какое-то мягкое, но при этом достаточно чёткий, звук такой очень обволакивающий, и вот подозреваю, что присутствует layering. I suppose. Ну, вот, ну, типа, всё понятно пока что мне было, но вот пианино непонятно. Да. Хороший вопрос, я думаю, сейчас мы до него дойдём, подумаем. Предлагаю начать, как обычно, с drumus, но и по совместительству с bass. 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 Ну, типа, вот и вся музыка. В одной дорожке. Субтитры сделал DimaTorzok. Знаешь, вот поп-музыка вся, чем меня завораживает, что... То есть ты сейчас мюз назвал поп-музыкой? А это не поп-музыкой? Это рок-музик. Рок-музик. А, да? Ребята, напишите в комментариях, мюз это поп или рок-музыка. Ну, поп-рак. Поп-рак. Ну, в любом случае, это музыка массовая, она нацеленная на массу слушателей, да. Что меня вот завораживает, это, ну, для меня, как для человека, преимущественно, да, привыкшему к тяжёлой музыке, я думаю, как это, и как большинство из вас, скорее всего. Ну, поп-музыка, она сыграна мягко. Это накладывает свои, как бы, отпечатки на звучание, и вот мне всегда нравится, как, ну, интересно звучат барабаны в поп-музыке. Они, ну, знаешь, как вот этот прикол, что если хочешь сделать звук больше, не нужно в него сильно бить. Нужно бить слабже и делать громче, да. Вот как с гонгом. По гонгу очень мягко бьют, и он, типа, вот это вот, и... Вот то, что ты говоришь в игре на бас-гитаре, я очень замечаю. Вот играешь мягенько, пальчиком, а потом накачиваешь кучу компрессии, выводишь, и он звучит объёмнее, чем если всекать. Да, да, абсолютно. Так вот, и барабаны я слушаю, и они, ну, мне кажется, за счёт того, что это сыграно мягче и, ну, грубо говоря, да, выведено громче, очень много дополнительных деталей появляется у звука. Звук более, ну, широкий, более объёмный, что ли, становится. В отличие от того, что если, ну, лупить барабаны, от них преимущественно остаются тычки, удары. А я хочу сказать, что это второй, наверное, в нашей рубрике прям, ну, можно сказать, поп-трек, и в нём опять стерео-бас. На заметочку. Очевидно, что если вы хотите заниматься поп-музыкой, бас должен быть в стерео. Да. И вот, опять же, да, барабаны сыграны слабо, у них, ну, нету сильных транзиентов, но там есть лейринг, там есть хлопки, клэпки. Да. Клэпки. И как бы это всё складывается в такой мягкий транзиент. Ну, да. Типа он не один, а вот он... Большой достаточно. Да, и это эффект большого. И, кстати, обратите внимание, непривычно, на мой взгляд, бас доминирует над барабанами. Обычно? По ощущениям, да. Ну, типа, по восприятию, да. Ну, потому что в мюзике группы мюз, как мы, скажем, или уже сказали. Напишите в комментариях, мы уже говорили об этом. Да. Зачастую бас остаётся единственным в ритм секции, и он, ну, прям играет фундаментальную роль. Да. В музыке, да. Ну, на самом деле, это со многими поп-чекс. Да, абсолютно. Можно сделать вывод такой, да. Ну, поэтому бас тут и перегруженный, он имеет широкий гармонический ряд, он заполняет микс. Вот в стерео. Да, да. Ну, он, он как бы, знаешь... Он не то, что прям в стерео, но он как будто, ну, имеет пространство, скажем так. То есть тут нету эффекта дабл-трека разойдённого, да? Ну, не, понятно, понятно. Он имеет ширину. У меня есть ощущение, что этот бас, он сыгран, возможно, один раз, но это не один звук, а это залейренный звук из разных обработок, и, возможно, что-то, например, отправлено вот типа вправо. Вот я слышу, мне кажется, какой-то высокочастотный фуз играет справа, есть, есть. А фундаментальный бас играет по центру, а вот, кстати, мне тоже кажется, на самом деле, что здесь чистый бас и подгруженный бас, они... Ну, либо это какой-то кросс-фейт, да, там как-то, не ты понял, но, может быть, это вообще типа две дорожки, отдельно типа DI-ка, отдельно фуз, и он тоже немножко как будто по-другому в пространстве обработан. Да, да. Ну, как ребята могут ознакомиться, я постарался сделать что-то подобное в нашем музыкальном изделии в стиле Muse, на нашем Boost есть разбор проекта, и для этого я там сделал дополнительную дорожку с перегрузом и сделал из нее псевдостерео специально, потому что именно перегруз, ну, с отрезанным низом, он, его можно делать в стерео без проблем, с фазой. В 2022 году. У нас до сих пор в 2022 году есть проблемы с фазой. Да. Так что да, вот, я внимательно подмечал best practices и постарался их реализовать, о чем рассказываю на Boost. Согласись, решение не интеллектуальное, но изящное. А в каком плане не интеллектуальное? Ну, никакого майндблоуинга в том, чтобы залейрить бас и немножко его пространственно по-разному обработать, разные, как бы, части спектра. В этом нет. Ну, все просто взяли и изящненько сделали, как бы. Слушай, а в оригинале тоже хай-хай по центру играет? Ну, а в оригинале немножко по-другому звучит. Там еще как будто по томам идет какой-то вот. Нет, чуть-чуть слева хэт. Слева. Да, это... В общем, у вас не идеальные стемы, к сожалению, в этот раз. Но составить представление можно. Угу. Нет, там сто процентов несколько разных перегрузов на басу. Да, это точно. Обратил же внимание, что бочка очень мягкая, но ее хорошо слышно. Да, да. Она поэтому звучит типа не тук, а вот именно пум-пум. Вот это вот. Так что, ребята, очередной лайфхак с нашей рубрики. Если вы хотите сделать звук больше, на самом деле, сделайте его слабым по исполнению, по атаке, и сделайте громче. С барабанами, на самом деле, это отлично работает. Опа. Блин, ощущение, что на самом деле низ у баса немножко справа. Ну вот именно. Вот эта область, она как будто справа чуть больше. Вот я сейчас развернул. Удивительно. А, ну... Это же для машины, для автомобиля. Мы это знаем. Это сведение для авто. Да, точно. Кто не в курсе, водитель же не посередине машины сидит, поэтому сводят под водителя. А получается тогда в странах с правосторонним, с левосторонним движением и праворукими тачками надо наоборот? Поэтому все, может быть... Выпускают вот эти... А, да-да-да. Japanese Special Edition. Точно. Они разворачивают просто стерео. Может быть, у них при производстве автомобиля уже закладывается вот это. О-о-о. Тоже, тоже. Вот что-то мне задается, что все-таки там два сыгроза баса. Вот именно вот этот слайд снятия. Нет, ну мне кажется, что второй бас это был вот этот, который сейчас врубился дополнительный с сильным перегрузом. Ну, да. Ну, заметь, что с сильным перегрузом по центру, а то, что пониже, он чуть справа. Вот, кстати, можно тут проследить. Это билд-ап. Это база. Вот видишь, фузовый бас справа, он раньше начал играть. Блин, видимо, все-таки там не один тейк. Да, походу. Ну, звуки басов в течение песни разные там вообще, типа, все время меняются. видимо, не только Беллами балуются примочками. Да. Еще, кстати, что я заметил при воссоздании звука Muse, в частности, барабанов, да, что они они в целом довольно, ну, скажем, очень легко и ненавязчиво обработаны. У них нету там вырезанной середины, там у них... То есть, звук в целом полноспектровый, его не делают там, не фокусируют. Мне только не нравится этот абсолютно не имеющий тонус на R. А. Он заглушенный. Ну да, вот он какой-то он заглушенный, да, да, да. Вот так он делает. Субтитры сделал DimaTorzok легкий резонанс есть, но он так на втором плане. На самом деле, ребят, если кто-то сталкивался с записью живых барабанов, наверняка так, как бы, первый раз, когда это сделали, мрачно поникли и пожухли, потому что звук получился ужасный, и в том числе звук снейр-драма. Так вот, небольшой лайфхак, это то, что со снейр-драмом можно делать абсолютно любые вещи, это все разрешается. Вы можете наклеить мунгель на верхний пластик, можете наклеить мунгель на нижний пластик, можете положить полотенце на половину пластика верхнего, например, или на четвертинку, или даже на весь пластик. Вы можете положить какую-нибудь тяжелую штуку, типа там, блинчик от гантели на снейр-драм. Вы можете внутрь снейр-драма запихнуть поролон или тоже там какое-нибудь полотенце или валик. Это все разрешено, и, в общем, это все даст приемлемый результат, просто в зависимости от того, какой вы звук ищете. На моей памяти я редко видел такое, чтобы взяли просто малый барабан, вот как он есть, настроили его, и типа ты ставишь микрофон, и он звучит хорошо. Ну, вот это типа сверхредкая ситуация. Всегда начинается какая-то давайте приклеим, давайте подтянем или расслабим пружину, давайте вот эти гусиные лапки сделаем. Да, то есть, ну, это нормально, в этом нет ничего плохого. Это не то же самое, что варить струны от бас-гитары. Это, ну, типа нормальная практика. Малый барабан часто звучит плохо. Да. Ну, типа барабаны прям сырые, и типа нету ощущения, что они сжаты, они как будто вот по динамике сглажены именно сатурацией, а не компрессии. Ну, типа прям... Ну, я согласен, звучит такой... Ну, не сыряк, конечно, сырякович, но типа вот примикс. Ну, как типа чуть-чуть подцвели барабаны, знаешь, чтобы записать, вот как бы... Ну, блин, сырые барабаны, исходник, как бы обычно, наоборот, звучит очень колко и тонко, а тут они именно его сплющили, но не компрессии, а больше сатурации даже, ну, чем мы привыкли в Metal Music. А вот здесь бас синхронно закончен. Мне кажется, вторая дорожка баса это вот этот вот сильно перегруженный фузовый бас. То есть, я думаю, все-таки основной один, а тот просто в некоторых моментах играет, да. Да. Ну, любопытно. Ну, вот тоже магия... Ну, давайте назвать это поп-музыкой, хорошо. Магия поп-музыки все очень просто. Ну, типа вот... Просто и со вкусом. Да, да. Самое главное вкус имеет... Решения простые, но эффективные. Ну, просто бас играет восьмушки всю песню. Да, да. Под прямой бит. И как бы, ну, как и в других наших видео, да, может показаться, что, типа, нужно делать там всрато, нужно делать просто и не заморачиваться. Но это не совсем так. Ну, я согласен. Да. то есть вы все же должны понимать, должны иметь наслушанность и вкус, чтобы понимать, что вы делаете и что вы хотите получить, ну, в совокупности. То есть все должно работать на идею, на картину. Ну что, послушаем гитару. что у нас тут есть? Интересненько. Так, тут какой-то шум везде идет. как будто поезд едет. Ну, типа, ну, это, это не, это не кросс-толк, заметь. Это, типа, какие-то наводки, фон. Очень интересно. Двери закрываются, следующая станция Комсомольская. Фу. 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 Так подсирает левое ухо. Да, да. Причем сам звук гитары довольно глухой, но подсирающий. Ну, ну что, это как... Кастомные эксклюзивные примочки для своей электрогитары. Похоже на клин металлика, только без верха. Какой-то такой хрусец, что-то такое, как там The Day That Never Comes, типа того, который никогда не заканчивает. ха-ха-ха-ха, в течение всего примерно до 14 бас справа, гитара слева красивую идею не на реализацию прошу заметить, что, как мы сказали или скажем в нашем видео, что фуз шуршит посередине и по верху, да, особо он не имеет тела, не имеет давления, вот по нижней середине, да, он более дополняющая роль вот такая очень, кстати, похоже на пресеты фузовые из моего процессора, который я продал недавно, но не пользовался им 10 лет под X3 Live, там вот прям фузы очень похоже звучали ну, я бы не сказал, что это фуз тут больше похоже на маршалоидный перекус, типа, с яркой гитарой ну, атаки, заметьте, не размазаны, типа, нет запирания по низу фуз же не обязательно сильный, фуз же можно как и грелку использовать ну, да ну, в целом, по творчеству Muse, можно сказать, что Мэттью Джеймсович любит, скажем, очень грязные запирающие перегрузы, я думаю, это, скорее всего, педальные да, 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 сто процентов так как Антоха гастролировал со своей любимой педалью и втыкался везде, то в комбик, то в линию а, ну, да, а чё, профик, крепкий профик вот и Мэттью Джеймсович ну, я, конечно, эту философию педали вообще не понимаю ну, типа, зачем мне за, там, не знаю, 15 тысяч рублей покупать какую-то транзисторную штуку которая имитирует то, что, как бы, хорошо делает ламповый усилитель и, ну, короче, ну, это другой мир в металле это не частый подход то есть олдскульные чуваки, типа, там, Iron Maiden, они используют педальки, ну, чаще как грелки, конечно но бывает но, всё-таки, ну, модерн метал это просто, типа, усилитель с грелкой всегда а вот Rock Music, да, там люди ну, да Сергей Табачников, например, огромный же фанат педалей и вот он всех что-то слушает разное выбирает ну, типа, ну, в его музыке а он разве не фанат напрямую вместе с собой играть? нет, нет, у него всё время какие-то педалборды, педальки там не, ну, колористические, там, вами, это ясно не, ну, типа, я у него миллион всяких обзоров на перегрузике видел ну, в такой музыке, где, как бы, тебе не нужна постоянная мощная фактура, одинаковая, монотонная, как бы, в металле, наоборот, в монотонности, как бы, смысл а где ты можешь здесь так поиграть, здесь так, и этот микс не рухнет то есть, мы можем включить все инструменты, замьютить гитару, и микс не развалится тогда, да, ну, типа, можно поэкспериментировать ну, то есть, да, более дополняющая роль, более, ну, для эффектов, для какой-то атмосферы Другой вопрос, типа, это, вот, играет ли роль вообще в целом в музыке, или это просто прихоть Bellamy я ко второму варианту слоняюсь я думаю, что если бы он просто воткнулся в какой-нибудь Fender, там, типа, подразогнал его, чтобы он чуть-чуть перегружался и записал бы все гитары вот на этом звуке, песня бы ничего не потеряла ну, да Бейсман? ну, нет, как твин реверб там ну, нет, как твинь это дружу бейсмон как Как на лайве Iron Maiden. Ну, заметь, что, скажем так, гитара тут просто, типа, играет музыку. Тут нету гитаризма, тут нету там каких-то партий. Тут есть, ну... Просто гармония и всё. Да, да. И звук перегруза, чтобы поп-музыка превратилась в рок-музыку. Да. Так, Piano. Вот это интересненько послушать. Такой светлый звук, сразу какое-то рождественское настроение. Нет, да. Блин, а эту партию слышно, интересно ли мне? Блин, ни тут, ни тут не слышно. Слышно, да. А вот под пианинкой... Пианинка, она и... Интересно. Ну, заметь, сколько там лейринга. Ну, типа, да. Там, помимо пианины и помимо вот этих вот всплесков... Всплесков справа. Да, да, да. Там ещё какой-то звук, как будто струн металлический там вот. Обратите внимание, слева. Какой-то типа клавесины или ситар, что-то такое. Да, да, во-во-во. Ну, то есть, сама пианинка-то, я думаю, мягкая. Ну, вот именно за счёт лейринга такой, типа, мега-инструмент вышел. Ха, вышел и вошёл обратно. Ну, ладно. На самом деле, довольно сложно декомпозировать это на... Ну, на конкретные звуки, потому что всё прям вместе играет. Да. Мейнборг. Так, что дальше? Мейнборг. музыки ну типа вот это же чисто пассажа из какой-то вот классическом арпеджио бегать не апогами по аккордам это арпеджио я вот что-то подобное я на самом деле делал там вниз лид я вот взял но по гармонии аккорды дабы настройки и сделал вот такой типа педжу да и в целом абсолютно также работает с такой же функциональной рулю ну абсолютно вот звучит не цифрово то есть синтезаторы но типа я думаю да ну да да но но я к тому что можно то взять аналоговый синтезатор и записать типа напрямую в линию и он будет звучать в принципе как и цифровой но тут именно магия консолей там и предусилителей ну заметь сколько вот серива нелинейного вот по верху ну вот это да 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 особенно вот когда он наверх выходит да появляется причем заметь вот тут где пила настолько низко играет что это превращается в щелчки там все равно есть какой-то тон потому что тут пила синусом идет да Да-да-да. Как будто не в ритм. Да, они неровные, да. Максимальная психоделика. Analog. Analog. Интересно, что эта штука в целом, ну, типа, полноспектровая. Да? Нет. Не надо эквализировать, она звучит чудесно. Не сделали потише и всё. Да. Не, ну, так-то, как это работает, это, мне кажется, понятно всем абсолютно. Ты просто, ну, пробегаешь аккорды туда-сюда, меняешь, пробегаешь. Ну, типа, ну, почему нет, как бы, Беллами нравится вот это. А это не вручную сыгранную, точно, это арпеджиатор. Да не, я не про игру, а про музыкальную функцию. Ну, что, типа, это довольно понятный ход, но, как бы, он же здесь вот, то есть, мне кажется, если бы на нём был сделан акцент, и вот это было хорошо слышно, это бы звучало пошленько. А поскольку это где-то там, оно, типа, добавляет движение в музыке. У тебя что-то вот не вот монотонное долбило в тон просто, а вот у тебя, хоп, что-то вверх, вниз, ну, то есть, такое вот движение в миксе, да. У нас мокрее прям выгружен. Да? Чем? Ну, заметь там прям. Просто часто ведь эти все реверы теряются в миксе. Я так не могу вот прям вычленить звук ревера в миксе. Ну, вот я сейчас попереключаю, послушай. Ну, да, вроде бы, да. Ну, чуть-чуть послушай. Я не говорю, что там этого нет, но послушай. Вот этот прям явно заметный слэпбэк, дилей на вокале, тоже полётности, психодоличности. Придает. Этот уже использовал. А где это было? Чуть-чуть раньше. Ну, там ещё, ну, не прям сильно. Ну, всё равно, ну, типа, как-то не ждёшь такого вот, как бы, от суперпродакшена. Суперпродакшена. Блин, а вот мне кажется, наша ошибка в том, что мы вот ждём от суперпродакшена, потому что суперпродакшен всё-таки, судя вот по нашим разборам, судя по... Это всё-таки немножко не в этом. Да я просто думаю, что они все пишутся без поп-фильтра. Потому что поп-фильтр... Ну, тут не слышно, ну, блин, я не слышу тут пробития понизу, потому что, как минимум, компрессор бы запирался. Он просто, может быть, п мягко сделать, то есть не пиппл, а пиппл. Ну, вот именно с придыхом. То есть она такая... Я думаю, там в нос ещё немножко, да, вот этого... Воздуха. Всхрюк. Микро-всхрюк произошёл. Вот лайф. Немножко странно как-то, за человеком вот потюнен. Вот там микро-артефакт. А я допускаю, что это, типа, не тюнинг. Не, запросто. Типа, голос иногда очень странно звучит. У тебя связочка чик и резко скакнула. Ну, просто немножко странно. Ну, да. Блин, вот сколько мы слушаем... Legendary Hits, да, у меня всё вот не покидает вот это ощущение, что вот, ну, ты слушаешь вокал, и как бы, ну, и он, вот, человек поёт. Ну, вот как умеет петь, как вот обыватель сказал бы. И тут... Причём, вот, вот про умеет петь я бы хотел обратить внимание. Вот здесь, когда ты слушаешь, именно не ощущение, что человек умеет петь, а что человеку просто, типа, дано петь. Он... Ну, я не слышу вообще никакого напряжения. То есть, вот, знаешь, есть люди, которые умеют петь. И он такой, вот сейчас я загружу опору. Ну, я имею в виду, как... Наберу воздух, там, в яйца, короче. Обыватели говорят, типа, о, вот он умеет петь. Ну, да, ну, то есть, он просто поёт, и у него просто это получается легко, изящно, вкусно, как бы, вот, как будто само по себе. Да, вот... Естественно. Вот, вот. Мне кажется, вот это довольно сложно добиваемая вещь. Сложно достигнуть правдоподобности, естественности, но это прям ключевой фактор. То есть, человек, ну, я уверен, что он встал и спел. И, типа, да, и там его не выдрачивали, его там не заставляли там менять что-то. Он как бы встал, и свои эмоции, ощущения он донёс, вот, через вокал. Довольно, перегруз довольно жёсткий. Особенно вот на первой фразе прям очень сильно было слышно. Вот, мне кажется, 90%, что это именно на записи перегруз, вот именно они записали. Ну, то есть, не то, чтобы даже целенаправленно, но, типа, это вот, типа, да. Ну, не то, что записали чисто и сделали посыл или инсерт там с перегрузом, а вот именно при записи. Жёстко прям. Да, да. Что, кстати, у нас там пауза? Ничего. Моя любовь, ты электривай, Моя любовь, let's consпire to ignite all the souls that would die just to feel alive. I'll never let you go If you promise not to fade away Never fade away Красивые ноты вот здесь были. А? Красивые ноты. Ну, по музыке красивые. А, да. Я вот о чём думал, что, заметьте, что, ну, нету, ну, скажем так, у большой массы музыкантов, продюсеров домашних, да, ну, новичковой и среднего уровня есть стремление, типа, сделать максимально широко стерео, типа, ping-pong delay, именно суперширокий, вот, всё максимально широко. А тут этого нету, тут, ну, delay, он mono, и он немножко смещён вправо. И, типа, всё, и там нету суперрасширителей, там, никто не гонится за вот этим вот. Ну, мне кажется, что это... Ну, в таком продакшене чаще, если нужна ширина, это добиваются бэками. Ну, сколько мы не послушали треков, я не помню, там, явного ping-pong delay, на самом деле. Да. Да. А почему? Типа, это же здоровская штука такая. Моносовместимость. Ну, там об этом думают до сих пор. Причём, заметно, что нету длинного ревера, там, какого-то, да, тут небольшая комната и слэпбэк. А давай сделаем паузу в одну секунду. Пауза в ноль секунд закончилась. Или в одну секунду? Да. А можешь сказать мне вот любопытно, чем именно напомнило? Мы делали паузу, потому что я сказал, да, посмотрим, кто сводит этот трек, потому что мне показалось, что именно обработка вокала очень похожа на Криса Лорда Элджи. Блин. Он очень похоже использует ревер и дилей. Он их тоже комбинирует и всегда короткими делает. Он вот, типа, он никогда не делает, ну, на самом деле, это во взрослом продакшене почти не встречается, что вот ревер и вот ревер. Ну да. И вот он, типа, у него вот это вот техникс... Пизданусь реверба. Да, да, да. Техникс офмиксинг... Хольчик, наверное. Там процентиков 35. Офмиксинг вокал, именно что он вот комбинирует разные дилей и разные реверы вместе, и при этом они все короткие и, ну, типа, идут примерно в одинаковом количестве в подмес. И получается, что у него вокал как бы становится с пространством, но не убегает никуда. Не размазан. То есть он, наоборот, становится просто массивнее от этого. Ты это пространство практически не слышишь, а вокал становится массивный. Вот мне это напомнило, да. Ну и заметить, кстати, что тут мы, по-моему, еще ни одного дабла не встречали. То есть вокал идет один. Вот здесь вот добавились бэки второплановые, а так вокал один. К этому дублю подкрутили гейн немножко. Ага, да. Это же, ну, типа, оттяжечка, да, небольшая? Ну, типа, вот... По ритмике? Да. Ну, и... Чуть-чуть так, прям, вкусненько. Да, да. Да, да. Ну, это как раз, мне кажется, добавляет вот именно тягучести и мягкости. Мне кажется... Ну, да, да. Попадение четко в клик – это агрессия. А когда ты чуть-чуть... Полетность. Назад именно, а вперед это будет, ну, типа, просто торопление. Мне, кстати, это бесит в стрингах всяких синтовых, что они атакуют медленно. Ага. И когда у тебя, ну, плотный риффинг какой-то, тебе этого не хочется, и приходится, ну, что-то делать. Их можно вперед подвинуть, например, они как бы начнут тогда, типа, ну, они начинаются чуть раньше. Да, вау, вау, вау. И входят как бы в бит, да. То есть, а вот если... Ну, блин, эта штука вот... Да, я же очень много экспериментировал раньше с этим. И все-таки, вот, во-первых, можно легко слишком сдвинуть вперед и тогда развалиться. Но все-таки вот это вот немножко назад, оно, знаешь, оно магически работает. Я именно про места, когда плотный риффинг и много нот. Когда, ну, типа, это заполняющая какая-то ерунда, это вообще не надо пробовать. Ну, вот, например, в контексте гитар, скажем, я всю жизнь ровнял, ну, получается, по пикам, где самый высокий пик, он в сетку. Но, как я, скажем так, не очень давно пришел к выводу, что все-таки это неправильно. И атака медиатора находится раньше, ее не видно. Где вот это шуршание начинается, это вот это начало ноты. Да, и как бы вот все-таки оно должно быть в сетку. Я согласен. Почему-то это намного мощнее работает. То же самое с вокалсами. Ну, я думаю, это потому, что транзиент проходит. И раскрывается, да. И звук. Ну, то есть, как бы, щелчок бочки или снейра пролазит, а дальше его, как бы, дополняет вот гитарная стена. То есть, она как раз остается, вот эта пауза, чтобы он проскочил. Я тоже к этому пришел. Смотайте на ус, ребят. Да, то есть, игра назад, на самом деле, это не всегда подозревается, что вы прямо валите назад. То есть, на самом деле, ровная... А на самом деле валите боком. Ровная игра, она будет выглядеть на графике, как игра чуть-чуть назад. Ровная игра, она будет выглядеть на графике. Это было... Промисс Интересно, да, что он тянет? Он не фейд, он фе-фе Фейд-а-вей, да-да-да Он делает маленький звук, узкий Прямо Вот нету вот этого есть э-э Вот этого На самом деле заметил, что Очень многие люди боятся Ну, воспринимают любые там Срывы-надрывы голоса Как, ну, типа Брак Брак, да, но на самом деле Это самая жизнь и есть Да Просто это бывает уродски получается Да А бывает, типа, кайф Ну, как бы, да То есть в идеале Каждый вокалист должен уметь это контролировать И использовать где надо Вот именно намеренно Это как бы Next level Вот Первый level Это когда люди Учатся петь Ну, ровно, чисто И все Но это скучно Да, абсолютно И как бы дальше идет уже В продакшене Востребованность именно Эмоций в голосе Экспрессии И вот этой вот Грязи и серинки Но в меру Она не должна быть Нет, ну вот Если говорить про русскую музыку То у нас люди любят Даже вокалистов Которые плохо поют Но искренне, эмоционально Да Тот же Хой, например Ну, типа, у него ужасный вокал Ну, типа, он не умеет петь Ну, не умел Но эмоция там присутствует максимальная Ну, этого не будем брать Это уже как бы экстремальный Авалгард Или там, не знаю Михаил Круг Ну, нельзя сказать, что Михаил Круг Не умеет петь Но Михаил Круг Мягко говоря Непрофессиональный вокалист Но вот Но с душой Компенсируется Душевностью То, чего нету в песнях Вьюстс Тюрелая романтика Приходите в мой дом Мои двери открыты Буду песней вам петь Все-таки, знаешь, вот эти Ну, типа Да Как будто он разговаривает с тобой Вот так вот Вот эти вот Все-таки споры Типа, техника или душа Они Да, интересно поспорить Подискутировать Между музыкантом и музыкантом Да Но все-таки Мне кажется Если речь идет о Слушателе То тут однозначно Ну, да Тут вообще не о чем говорить Ну, на самом деле Вот Я Очень часто Последние годы Ловлю себя на мысли Что мы Вот в рамках Российского музыкального Ютуба Обсуждаем Совершенно неважные вещи Очень много времени Мы обсуждаем Типа там Звук Мы обсуждаем Вперед там Или назад Играть Да Ну, типа Какие там ноты Берет вокалист На каком там регистре И так далее И мы совершенно Не обсуждаем Как писать песни О чем писать песни Как сделать песню Чтобы она понравилась Людям То есть Это совершенно Совершенно Другие Материи Вообще Ну, это сложно Это Довольно сложная тема Мне кажется Ну, конечно Это Next level Абсолютно То есть Ты Перед тем Как заниматься искусством Он должен постечь Ремесло Но С другой стороны Ну В любом Мне кажется В виде искусства Есть какие-то Самородки Когда человек Просто берет И делает И он не умеет Он просто делает И это нравится И я уверен Художники Есть такие Да Вот на что Нам Мытьюбэлами Натолкнул Натолкнул На самом деле Знаешь О чем Вот я сейчас подумал Когда мы этот кусок Слушали Вот почему Эээ Вот эта вот вся фигня Все-таки Он баритон И мне кажется Что у него В пета максимально Позиция Вот этой максимально Поднятого Открытости Чтобы высокие ноты Брать То есть Он Я думаю Он все так поет Потому что Ну типа Очевидно Что он Вот в этой песне Использовал Ну типа там Четверть своего Диапазона Все там Вот он максимально Поет Свою верхушку И Ну Микс Окей Там скажем Он же вообще Не использует И насколько я помню Творчеством Иисуса Он никогда не поет Там вот так И так далее И поэтому У него Скорее всего И не наработана В отличие от Матю Хифи Да То есть У него скорее всего И не наработана Эта позиция Он вот просто Ну типа вот Привык Петь вот Вот эти ноты И у него вот Все поставлено На эту технику Чтобы максимально Высоко Залезть на груди И поэтому Он совершенно И как бы Тут есть ноты Которые он мог бы Спеть в другой позиции И они бы Не звучали Вот так вот Они бы прозвучали Ну типа широко С опорой Но он просто Это вообще не использует Наверное И как бы И не пытается И ему это не нужно Абсолютно Мне кажется Вот эти ноты Которые Он на груди Поет Например Мог бы спеть Стиль Линденман Но он бы Это сделал Абсолютно По-другому Не уверен Ну ладно Ну близко туда Но он бы Это сделал Вот Со всей вот Опорой Вот это вот Потому что Потому что У Тиля Да Потому что у Тиля Очень много партий Где ему наоборот Это нужно Ну типа Вот это А Белами Это вообще не использует У него вот привычка Петь в такой позиции Все Не знаю Я Не могу тебя назвать Поклонником Мьюз Ну на самом деле Мне в принципе Нравятся песни И мне нравится Что они Ну скажем Они мудовые Они прям Настроение На своем Мне нет Мне очень Откликается Какие-то хиты Мьюз Это бесспорно Очень крепкие песни Просто у Мьюз Много песен И мне тоже Большинство Не нравится Но они какие-то Слишком Авангардные Авангардные Флэш Амогус 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 Да Потому что Ну типа В основном Конечно Песни Которые Ставятся Супер Хитами Они все Сделаны По методике Простенько И со вкусом Ну опять же Простенько Ну вот этот Пианино Типа Звукорежиссер Среднего уровня Не сделал бы Блин Мне кажется Что-то не в звукорежиссуре Дело Продюсер Среднего уровня Ну Наверное Давай это Обозначим Одним словом Да И барабаны Такие же Тоже не накрутил бы Ну то То есть Как бы Простенько Да не простенько Ну я Не знаю Я в принципе Под положительным Печатлением Да Очень приятно Ребята Кто еще не видел Обязательно заходите на канал Смотрите наш трек В стиле Мьюз Там еще Про мьюз И песню Которую Евгений Евгеньевич Сочинил И наш Друг Винс Из Монтэна Исполнил Вот Мы попытались Там Тоже разъяснить И изобразить Что-то В этом стиле Ну а также Друзья Все ссылочки Как обычно В описании Студия звукозаписи Репетиционная база Переходите Интересуйтесь Пользуйтесь Слугами Мы открыты К сотрудничеству Да Ну супер кайф Большое спасибо Велевалу И группе Мьюз За Приятно проведенный Час Час Ну ты говорил Коротенький Да А вам спасибо Друзья За просмотр И за лайк Лайк Не забывайте Класс Не забываем Класс А комментарии написать И комментарии Обязательно Напишите На какую группу Получилась похожая Группа Мьюз Ну нет Я думаю Много накинули Чего можно Пообсуждать В комментариях Ну да Так что Ребята Пока-пока До новых встреч До новых встреч Субтитры Субтитры